Горяч, решителен, молод. 39 лет – самый возраст для такой перемены в судьбе. Ради того, чтобы взяться за решение годами копившихся проблем в родном селе, оставил предприятие, созданное им с нуля. Закончил школу в 92-м году с медалью. Поступил в Академию морскую, Новороссийскую. Закончил ее в 99-м году, ходил в моря помощником компетана. В последнее время Гайкадзор Спецтранс сам открывал лично такое предприятие. В Гайкадзоре оно и находится, ну, развивал его. Благодаря любимой профессии Ирван посмотрел мир и говорит, что проще назвать те страны, в которых он не бывал. Почему же морской волк сошел на берег? Посмотрев чужие земли, захотелось свою сделать лучше для жизни. Может быть, это не такое глобальное, как газ или вода в заре. Нету ее, да? Но вот что, на мой взгляд, вот тротуаров нет у нас вообще в округе. 10 ноября произошло ДТП, несчастный случай. Погиб ребенок, я вчера был на похоронах, это ужас. Для него кажется невероятным и тот факт, что в сельской администрации не было до сих пор обычного туалета. В первый же свой рабочий день он занялся прокладкой канализационных труб и водопровода. В окно администрации смотрит газовая труба, но помещение отапливается электричеством. Не мелочи и то, что в селе не знают самых заслуженных и достойных. Глава намерен установить сразу две почетные доски. Назвать гордость нашего округа, а вторая доска почета, гордость нашего округа, вот скажу сразу по поводу Амельков есть, улица Амелькова. Это в честь нашего местного жителя Гайкозорского сельского округа названо. Я, честно говоря, не знал. Есть такие люди, которые один на Краснодарский край, даже такие выходцы с нашего округа. Болит душа у Нараняна из-за того, что в Гайкозоре нет безопасного места под рынок. По над дорогой выстраивается полоса машин, люди идут, люди едут, проехать никак невозможно, дети ходят. У нас детей сбивали там уже неоднократно. Вместе с заместителем главы города по вопросам сельского хозяйства Эрван Трафикович нашел пути решения этого вопроса. А жители Гайкозора обратились к новому главе и с вопросом о разворотной площадке для автобуса. Автомобильная дорога через село сейчас в связи со строительством Южного потока, оживленная как никогда. И вот на этой бойкой трассе автобусы и маршрутки вынуждены и пассажиров высаживать на проезжую часть и разворачиваться с постоянным риском. Года назад даешь, и не видно, что сверху, снизу едут. Вообще машину не видно. Вчера ударили, стянули меня крыловую. Зато на той полосе, где всегда разворачивался автобус, стоит огромный мангал. Бывший маленький сельский магазинчик разросся до масштабов будущего кафе, а земли вокруг частник считает своими. Чтобы жители не ходили и не ездили по территории вокруг дома, он выступил инициатором некоего сооружения типа трамплина с дороги прямо в улицу за этим неприкосновенным домом. Не по-людски, как-то считает Ирвант Рафикович, и пообещал людям решить этот больной вопрос. Ирвант Наранян – отец троих детей. Его и самого учили в школе превыше всего ставить интересы своих земляков, и его одноклассники – все достойные граждане страны. Он также воспитывает своих детей. Этого же хочет и от односельчан. Поддерживает его в этом и мама. Прошел – все. Ты все должен делать для людей. Все. Себя забыл, все. Народу. В Гайкадзоре строится большой красивый храм. Жители села в его строительстве участвуют активно и с душой, подтверждая, что они любят свое село и готовы менять здесь жизнь к лучшему. Новый глава это хорошо знает и готов вместе с земляками к решительным действиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова